Сегодня в Чубаксарах прошла научная конференция, посвященная 80-летию одного из самых больших и самых интересных архивов Чувашии. Безусловно, все хранилища истории уникальны по-своему, но только одному из них пришлось кардинально поменять профиль. Речь идет о бывшем партийном, а ныне государственном архиве современной истории Чувашии. Архивы – могущественные средства, познать давно отзвучавшее, а подчас недавно минувшее, говорила милиция Нечкина, видный ученый-историк. Ислонна имела в виду архив современной истории. Он был создан в 1935 году и до начала 90-х существовал автономно, вне системы других государственных архивов. Архив наш был специфический, он был как бы не самостоятельным учреждением, а был при областном комитете партии. И поэтому хранились только документы партийные, комсомольские, партийных организаций, уездных за ранние годы, властных комитетов. Поэтому таких основных больших находок не было. Но когда однажды секретарь обкома партии дал задание, когда же на заседании ЦК КПСС рассматривался вопрос о работе областной партийной организации. И срок дали один час. Мы задумались, как же найти. Ни разу этот вопрос не поднимался. Но у нас к этому времени была уже картотека. В 1991 году после августовского путча партийные комитеты по всей стране были упразднены. Документы в опечатанных мешках сведены в архивы, а сами архивы национализированы. Именно с этого периода началась новая жизнь хранилища истории. Полное открытие в прямом смысле этого слова. Предстояло открыть для исследователей огромный массив документов, начиная с первых протоколов властных партийных ячеек и заканчивая перепиской обкома КПСС с различными организациями и предприятиями по всем вопросам. Сегодня государственный архив комплектуется документами органов власти, политических партий и движений, общественных организаций, творческих союзов. Огромную ценность представляют личные фонды. На этих стеллажах хранятся уникальные документы, принадлежащие Андриану Николаеву, Петру Хузангаю, художникам Акциновым, архитектору Ивану Ведянину. Диплом дан все Ивана Васильевича Ведянина на основании статьи 41, утвержденного положением об институте, о том, что он достоин архитектурным факультетом звания инженера-архитектора. Помимо научного интереса со стороны исследователей, потребность в услугах архивистов испытывают тысячи граждан, которым необходимо подтвердить трудовой стаж, факт награждения, уточнить заработную плату для начисления пенсии. Так что даже в наш век электронных носителей информации документы на бумажной основе по-прежнему востребованы. Собственные архивисты уверены, что и в будущем им не придется сидеть без дела. Кому-то же надо хранить историю. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.